Сотрудники управления МВД России по Нарафаминскому району пресекли деятельность точки по оказанию интимных услуг, располагавшихся недалеко от Киевского шоссе. Услуги сексуального характера оказывали 10 девушек из республик Молдова и Украина. Охрану осуществляли двое молодых людей, 25-летние и 27-летние уроженцы республики Башкортостан. В настоящее время нарушители привлечены к административной ответственности. Полицейские проводят работу по установлению организатора незаконной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Щелковском районе Московской области сотрудники уголовного розыска провели рейд по выявлению так называемых точек, где собираются девушки легкого поведения и предлагают интимные услуги. Была произведена контрольная закупка. В роли покупателей выступили сотрудники уголовного розыска. После передачи денег был произведен захват, в ходе которого задержаны 8 девушек, оказывающие сексуальные услуги за материальное вознаграждение. Также полицейские задержали женщину, которая организовала незаконный бизнес. С какой целью приехали сюда? Очень помогаю девушкам найти свою любовь, как в доме два. С вахой работаете? А? С вахой работаете? Да. А любовь за деньги? Нет, почему? Полюби. Задержанных доставили в отдел полиции для установления их личности и проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В отношении организатора преступной деятельности возбуждено уголовное дело, а девушкам выписали административные протоколы. В Одинцовском районе Подмосковья полиция провела рейд по выявлению так называемых точек, где женщины легкого поведения предлагают свои услуги. На Можайском шоссе по подозрению в занятии проституцией были задержаны 10 девушек. Что тут делаете? Работаю. Кем вы работаете? Девочкой. Девочкой? Слуги оказывают. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Все как одна рассказывали, что тяжелые жизненные ситуации заставили их торговать телом. Однако были и такие, которые не скрывают, что любовь за деньги стала их профессией. А вам нравится вообще вот чем вы занимаетесь? Честно говорю, да. Мне деньги не нужны, как секс нужен. Я еще замужем. Вы замужем, и дети есть? Дети есть. Прекрасно. А вот если вас по телевидению покажут и увидят? И в ютубе уже давным-давно, и по телевидению, и по статье 241, часть первая, 4 месяца отсидела уже. Все? Прошли. На Можайском шоссе задержали также гражданку Украины, которая контролировала весь процесс на точке и получалась клиентам деньги за оказанные ее подопечными услуги. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 241 УК РФ Организация занятий проституцией. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанных девушек за занятия проституцией составлены протоколы об административном правонарушении. Они заплатят штрафы и смогут быть свободны. Для многих из них эта процедура уже знакома.